Добро пожаловать в будущее, братишка! Пока кто-то блокирует телеграм и освещает ракеты, другие юзают биткоины и смотрят порно в виртуальной реальности. Есть и третий тип людей, которые понимают, что мир стремительно прогрессирует, блокчейн, VR и электронная коммерция меняют его прямо сейчас. Команда сайта Start.com знает, как все это работает и отслеживает лучшие проекты будущего. Получает полутора процентов в день до 55 процентов в месяц. Открывай депозит на сутки, неделю, 2 или 28 дней и получай свой доход за счет технологии, инвестируя хоть 100 рублей, хоть миллион. Переходи по ссылке в описании на сайт Start.com и прикоснись к технологиям будущего вместе с нами. Надо, чтобы набрался народ, чтобы я начал пиздеть. Мне надо пиздануть одну интересную, важную хуйню. Особенно для москвичей, для тех, кто живет в Москве. 507. Мало. Идем дальше. 2.40. Дальше. Еще, блядь. Потом мало. Еще больше. 2.900. Еще, 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 еще. Продолжаем. Ладно, я начну пиздеть. Короче, 16 сентября в Москве, кто из Москвы знает это место, это Новодевичий монастырь. Здесь пиздец красивое место. Тем, кто знает это место, 16 сентября в Новодеве, чем будет акция, реальная акция, там будут раздавать собак, маленьких собак из приюта. Я объясню, почему. Например, у меня это... Я вообще это увидел на афишах, пока вот ехал за рулем, я видел билборд, на билборде была эта надпись на сайте, то, что раздает собак. Мое внимание привлекло это чем? То, что раздают этих... Скорее всего, раздают собак бесплатно из приютов в тех случаях, когда люди, которые содержат эти приюты, у них просто физически не хватает средств на то, чтобы эти приюты содержать. Потому что это надо вывозить на своей спине, и там очень дорогой корм, собак становится много, у них пометы и так далее. Я считаю, что те, кто из Москвы, если, блядь... Я считаю, что в каждой нормальной семье должна быть собака. В каждой нормальной семье должна быть собака. Потому что собака, она выстраивает охерительный баланс между взаимоотношениями людей в семье и учит тебя любить ни за что. Если ты, например, не сформировался, у тебя есть психологические проблемы, ты не знаешь, как общаться с твоей мамой, папой или братом, заведи собаку, и в вашей семье будет всего хуя. Вы можете трансляцию потом сказать, покажите своим родителям. Если вы из Москвы, и москвичи, я считаю, что непременно... Если ты взрослый, сам зарабатываешь бабки, если ты не взрослый, не сам зарабатываешь бабки, уговаривай родителей, бери их 16 сентября в Новодевичье и иди бери собаку. От этого не пострадает никто. Сколько угодно можно пиздеть про то, как ее содержать, ухаживать за ней, прививки от ребенка. Бля, это на 200% того стоит, потому что, я думаю, по опыту, которому я вижу, и даже по своему собственному, у меня собака тоже из приюта. Это не делает жизнь никого хуже, она делает жизнь человека только лучше, если ты берешь собаку из приюта. Поэтому я считаю, что всем надо идти, брать собаку из приюта. Собаки из приюта, они, как правило, самые преданные, потому что они не породистые, выебистые пидорасы, а они приученные жизнью, типа, тиши их там пиздят где-то, где-то у них хуевые условия, и они очень ценят, они сами по себе, они довольно уникальные индивидуумы в животном мире. Поэтому 16 сентября, если кто из Москвы, вы берете своих предков или идете сами по себе, и я всем настоятельно рекомендую, советую. Это не доброе дело, это... Я бы не назвал это добрым делом, потому что это скорее сделает вашу жизнь лучше. Это доброе дело, когда ты делаешь для кого-то другого доброе, а это всем сделает лучше. Потому что я знаю, что эти собаки, они, если их не забрать, они многие пропадут. Они не должны пропадать. Короче, серьезно, если ты вдруг мечтал о животном, если тебе, блядь, ты всегда хотел о животных, но ты не мог себе это позволить, это реально твой охуенный шанс найти себя настоящего друга. Поэтому 16-го числа, блядь, сентября в Москве кто живет, в Новодевичьем монастыре раздает бесплатно собакам. Там есть сайт всемпособаки.ру, и на этом сайте все-все-все-все-все написано. Поэтому берите, блядь, своих родителей, идите туда. Я очень... А, если вы реально возьмете собаку, если кто-то из вас осмелится, если вы будете брать оттуда собак, вы будете брать оттуда собак, присылайте мне фотки вас с вашими собаками, потому что я бы замутил охуительный какой-нибудь сетевой вирусняк. Я моя собака. Даже я со своей собакой сфоткаюсь. Ладно, всех обнял. Все услышите мою информацию. И... Идите и заведите себе друга.